всем привет привет youtube солнечный привет из мерсина друзья мои мы утеплились а потому что сегодня уже дождик видите друзья мои асфальт мокрый но тепло плюс 16 градусов солнышко спряталась за облака а мы с маруськой едем на базар который находится на трассе d400 за макдональдсом это стамбульский рынок его называют или иранский базар так что все вам поснимаю с марусей решили поехать на автобусе до этого базара а пока мы едем прикреплю видео что я уже успела приготовить сегодня и блины и замариновать курочку сегодня на обед куриное филе замаринованное в соевом соусе с чесноком и с перцем по рецепту моего родственника беркая из стамбула вот помыли мы филе высушили на одно филе нам будет достаточно четыре зубчика чеснока высушили филе и сейчас будем нарезать вот такими тоненькими тоненькими полосочками нарезаю и складываю мисочку на мелкой терочке мы натираем наш чесночок чайную ложку красного острого перчика чуть меньше черного перчика и соевый соус перемешаем и ставим в холодильник как минимум на час вот мои хорошие как это все у меня получилось пока курочка у нас маринуется я быстренько готовлю блинчики два яйца чуть-чуть сольки и сахар столовая ложка фирма bestel у меня вот такой вот блендер с насадками взбиваем значит вы заметили какие в турции яркие яйца они такие вкусные значит так добавляю молоко на глаз потом добавляю воды тоже на глаз ну и потом добавляю муку и подсолнечное масло это стакан молока у меня получилось да ну и теперь водичку чуть меньше стакана где-то больше половины мне получилось взбиваем и так же на глаз добавляем муку муку я покупаю в шок очень хорошая мука потом покажу какая должна быть консистенция но я вот столько вот добавила сейчас будем взбивать взбили и проверяем также день к еще можно добавить еще муки жидковатое тесто добавляем еще муки так проверяем вот идеальное тесто для блинов друзья мы сейчас мы добавляем подсолнечное масло смело три столовых ложки я все делаю на глаз столько у меня будет блинов я уже каплю добавила кашу маслом не испортишь как я говорю взбиваем я попробовала на сладость и добавила еще сахара все тесто для блинов готова и через минут десять пусть она постоит можно начинать жарить на сковородке без подсолнечного масла прошло только три минутки видите уже сколько пузыриков это хорошо такая вот у меня блинная сковородка друзья мои небольшого размера минут через пять буду жарить подготовила и тарелку и достала из холодильника сливочное масло смазывать мои блинчики тесто уже доходит переворачивать я буду вот этой лопаткой господи есть лет сто уже главное привезла ее и сталина и вот набор вот таких вот ложек чайных этот набор у меня лежал кухонном гарнитуре новые абсолютно то есть стала использовать я его только в турции а лопатку я уже всю жизнь использую это мне родители давно вы подарили как приданная сковородка уже нагревается вот так вот я заливаю просто мне не удобно и снимать и показывать и жду когда приготовиться одна сторона и потом переворачиваю на другую сторону и чуть-чуть чуть-чуть смазываем сливочным маслом вот так вот сразу такой аромат упс мои хорошие остатки сладкие ну вот сколько у меня получилось блинчиков они вот такие вот тоненькие 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 это такие вот остаточки ароматные маруся уже прибежала будет дегустировать мои блинчики вот такие вот еще раз вам покажу и смотрите что они не кругленькие такой формы ничего страшного на вкус это не влияет присели мы с маруськой я сегодня зимних кроссовках а потому что друг дождик пойдет чтобы ноги не промокли посмотрели в приложение могут нам ждать 15 минут вот подошел 29 автобус он везет людей фору и в район позже а мы ждем свой который едет по трассе до 400 до макдональдса а этот поворачиваю сидим на остановке смотрю и напротив в домах и продаются и сдаются квартиры смотрите вот в первом доме на последнем этаже сдается квартира и рядом в доме на последнем этаже сдается и продается квартиры кто хочет жить на улице университетская езжайте можно снять только к этому номеру надо прибавить плюс 9 и тогда вы можете написать на ватсап потому что здесь без кода страны вот еще один автобус подъехал 76 этот автобус поворачивает куда надо но он едет на пляж мой на помпей пич как бы он около медикал парка будет сворачивать к набережной нам не подходит нам надо чтобы по прямой трассе d400 шел автобус и довез нас до макдональдса вот друзья мои 77 автобус он идет в тэджик леночки довол тп на нем прямо написано вот этот автобус нам подходит так что заходим сейчас я пробью свою карточку и узнаем подорожал проезд или нет упс проехали мы остановочку останавливается автобус метров пятидесяти до макдональдс то есть надо все время подсматривать поэтому мы переехали дальше и вот сейчас возвращаемся от моей а остановки на автобусе ровно восемь девять минут ехать до этого базара осторожно переходим переходим дорогу тепло на улице проезд не подорожал 15 лир вот будем идти до макдональдса видите впереди буковка м и там свернем на базар это трасса d400 уже выглядывает солнышко красота вот вам людей поднимаю а то многие пишите а где люди в мерцине сколько и машин и людей вторник начало третьего дня это магазины мебели а вот впереди больница сити госпиталь сити видите как раз напротив макдональдса за больница находится вот мои хорошие если бы мы заходили с той стороны макдональдса мы попали первую часть базара вот а мы свернем здесь и здесь как бы господи господи вот почему по дороге идем вот лужи хорошо что я одела зимние кроссовки здесь как бы две части базара получается вот мы сейчас середины зайдем как раз то что нам надо находится в первой части базара хозяйственная часть ну вот поснимаю вам боже машина посмотрите как она выглядит вся ржавая ржавая 7.50 мандарины марусь может мандарины возьмем на обратном пути вот видите все накидано накидано цены видите 50 25 а нам с вами вот в эту часть маруся поехала со мной она хочет посмотреть чехол для телефона я здесь ей уже покупала ей нравится и она хочет еще другой а я да знаете зачем я здесь идем в хозяйственную часть вот мои хорошие этот прилавок где я увидела то что мне надо сейчас вам поснимаю и вот эти коврики по 150 лет такой цвет такой ой только два цвета сегодня два цвета в прошлый раз было несколько еще разных эти рукавички это рукавички ну че какой мне взять и и марушка разверни пожалуйста мне какого размера он будет хорошее качество друзья мои хорошее качество я возьму лиловый взять или черный мороз лиловый наверное он поярче глазки мои будут радоваться возьму лиловый довес довес держит в руках а я еще кое-что поснимаю посмотрю может мне еще что-то здесь надо так что у нас там в принципе открывашки мне не нужны это все мне не нужно вот деревянные ложечки лопаточки деревянные лопаточки деревянные вот и по 15 и по 20 вот это 20 лопаточка 20 лир а это 15 так вот терочки такие тоже удобные с ручкой у меня не такая а там видите 40 лир и она такая с коробочкой тоже таких много не бывает в хозяйстве пригодятся так идем дальше с вами смотрите здесь толкать 120 лир стоит 140 лир стоит кто любит дерево так прищепки так мы сейчас обойдем друзья мои посмотрим с этой стороны что что есть ой тоже доставать мои варенички да такие вот а это чеснок давит смотрите как удобно раз и раздавит 30 лет тут ценники есть хорошо когда есть ценники удобно расчески ножи а вот смотрите точилки для ножей я думаю что неплохие хорошие но я привезла с собой я в икеа покупала наборы вилок так а это что такое с держателем не знаю вот еще такие терочки тоже металлические венчики венчики а вот почему такая которая мне нужна 20 лир это вылавливать мои вареники есть большие а есть вот такие и вот поменьше а есть вот мне показывают еще больше еще больше но мне кажется что мне кажется что мне подошла бы наверное вот такая вот среднего размера это 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 25 лир а это дороже друзья мои типа качество лучше 50 50 лет вот такая вот а почему ага вон ценник стоит 50 это за 40 но я подумаю это большая как будет большая я подумаю мне нужна такая штука для вареников так вот такая вот крышка чтобы не брызгали масло чтобы не брызгало так и здесь были мои ковшики я шучу сюда это по 60 ой нету моих ковшиков друзья мои здесь были ковшики все ой ой как это нету вот же они вот же они друзья мои а цена поднялась раньше они были 70 сейчас вот вижу за 80 но есть вот такой вот маленький для двух яиц тоже удобно вообще маленькие маленькие но не вижу фирма чтоб чтоб была написана не вижу друзья мои может это не то качество которое я хотела здесь вроде нет наклейка не выбита там была выбита фирма вот типа такого значит я не буду покупать такой ковшик нету не буду так ну что беру короче коврик я за ним в принципе и приехала и возьму такую шумовку чтобы доставать вареники и и очень что это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но не сегодня Не сегодня, мои хорошие Так, здесь у нас шторы Чехлы, по-моему, в прошлый раз были Сейчас будем искать Сейчас будем искать Вон там простыни, смотрю на резинки Цену Марусь, ты видишь цену отсюда? Простыни на резинке, какая цена? 150 лет, друзья мои Вот простыни Ну мы обойдём, я ещё подойду туда Поснимаю вам вот такие вот тюли, шторы Кто любит Я у кого-то люблю, у себя нет, друзья мои Ну потому что, так по-моему, чехлы там Ну ладно, давайте так обойдём Вот жилетки Мне многие из вас пишите, что В таком климаксе мне нужны Жилетки Барбари Смотрите, эсочка Ой, какая кофточка Какая кофточка Хорошенькая Чёрненькая Опять меня на чёрненькая, друзья мои Да Он роется Ох ты всё Здесь цены очень классные на этом базаре Вот работает Вещевой этот базар работает именно по вторникам Кто не знает Так Вот опять косметика Вот это очень хорошая косметика Сирийская Короче, дочь моя отказалась на базаре покупать косметику Ну и вот такая вот она Идём дальше А я бы, конечно, купила Здесь всё гораздо дешевле, чем в магазине Ничего Так, простыни Такие вот рубашки Вон там вот сумочки Тоже висят здесь вот такие вот кофточки Косынки Видите, женщины, которые покрыты Выбирают себе шарфики, косыночки Здесь комплекты постельного белья Наволочки, кстати, на молнии Удобно Так, здесь у нас чехлы Сейчас будем искать Будем искать, кажется, в этом виду Кстати, друзья мои Смотрите, открыли ещё одно кафе Додо Пицца Нет, или не открыли Или только делают ремонт Да, пустое помещение Откроют когда-нибудь Около Макдональса Ещё Додо Пицца Уже будет третье кафе Ой, какая коробочка Это всё Тупер Вар Продукция Тупер Вар Видите, штанишки по 250 лет Так, давайте-ка мы с вами вот туда пройдём Я вижу вот Наверное Так, нет, это подставки Тоже классные на стол подставки Наборы Кто любит Я бы, кстати, такую корзинку купила Чтобы очки В шкафу хранить очки Солнечные Очень удобно Сложить Они бы все в одном месте у меня были Ходишь на улицу Выбираешь Какое тебе надо Такую корзинку какую-то Ну, цен нету Надо спрашивать Так, где же у нас чехлы? Ой, мои хорошие Блуждаем Мы блуждаем с Марусей Всё, ищем, ищем Такие вот сумочки Я всё себе сумочку хочу Какую-то другую Люи Виттон А что? Гороба Вот такие вот Здесь такие вот кошелёчки Тоже классные Сочки классные На любой выбор Вот такие вот сумочки мне нравятся Смотрите, она очень лёгкая Тоже с конём Вот что это за фирма Напишите, пожалуйста Потому что у меня тоже вот с конём И сносу ей нету Я таскаю уже год Вообще не снимая Вот так вот Марусь, как для меня такая сумочка? Не очень Марусь, укрыбится Не нравится ей Для меня А мне нравится И много отделений Вот что это за фирма такая Вот с конём Напишите Знатоки, пожалуйста Любопытно А то прожила 50 лет Это даже Да я вообще в брендах не разбираюсь Между нами девочками Для меня Там, где я одеваюсь Это в основном Зара Резервит Так, вот давайте здесь посмотрим Может здесь чехлы будут Здесь парфюмы Ой, ароматы Ароматы Такие вот Названия Часы О, мой любимый отдел Всё для дома Всё для дома Вот такой вот форма мне нужна Потому что я готовлю пирог И у меня форма только вот такая Вот и пирог получается маленький А я бы раскатала тесто вот так вот Больше бы пирога было бы Но не сегодня, друзья Не сегодня Так, что здесь есть? Это наши Слабые Милки Даже вот Видите Скалка У меня есть Так, ищем чехлы Получается Ребёнок мой что Зря поехал Всё детское Детское Вот мне ещё металлическая Вот эта штука Нужна Которую девушка Сейчас Держала в руках Вот Мне она необходима Металлическая Потому что у меня есть Одна только Пластиковая А это очень классная Металлическая Шестьдесят За пятьдесят Отдаст Видите Денушка Так что Возьму Тоже Возьму Ну что Идем дальше Искать Ищем чехлы Очень много людей Вот Спортивные формы Смотрите Друзья мои Какая красота Ой Дебой Зимой Масочки делать Или дома Даже ходить Красоткой Надо спросить Сколько Время Господи Сколько Стоит А вот Смотри Марусь Зимние ушки Какой Котик А ну Смотри Какая Красота Боже Мне так нравится Скотиком Не нравится Тебя Зимние Такие ушки Скотом Ну это же Класс Это с бантиком Тоже Романтика Мерова Дай-ка Дарбу Эли Эли Пятьдесят Друзья мои Стоит Такая штучка На голову А такая Абу Юсэли Сто пятьдесят Мы уже Снова Около Хозяйственной Части Где я Только что Покупала Кружен Кружен Короче Чехлов Не находим А смотрите Какие Как их Шарфы Или Правильно Как называть Шали Шали Какие Классные Шерстяные Такие вот Сцены На Платочки Помогает Ребенок Отцу Такой Молодец А вот Отдел Носков Белья Так Как бы Нам пройти С вами Так Снова Такой Отдел Парфюм Дезодоранты Крема Ой Какие Ушки Прикольные Смотрите Нажимаешь И они Свистят Хочешь Себе Таким А Веселые Такие Ушки Зимой Ходить Шапки Жи Здесь Не носят Друзья Мои Так Ну Что Делать Вот Лифчики Белье Для Взрослых Ой Ой Глянься Друзья Мои Глянься Найковские Накиданные Все По 200 Лет Девушка Что-то Какие-то В руках Красотка Такие Вот Кроссовки Все По 200 Лет И маленькие Посмотрите На ребеночка Ну Красота Ведь Красота И Конверс Посмотрите 200 Лет А здесь Вот так Вот Стоят Аккуратненько С коробочками Такие Вот Кроссовки Весен Посты Ветровки Ветровки Друзья Мои Хорошее Качество Такое Приятное Так Ну Что Вон Впереди Может Будут Чехлы Сейчас Дойдем До них Тут Наверное Кто Первый Приехал Тот Место И Занял Вот Такие Вот Трикотажные Разные И цвета И фасончики Смотрите Переходим Часть Часть Второй Первой Части Чехлов Для Телефона Мы Не Нашли Смотрите Кроксы Девушка Меряет Классные Прикольно Обувь Обувь Постоль Вот Эта Часть Она Дешевле Чем Первая Часть Видите Мерят Здесь Все Для Дома Салфеточки Красота Красота Кто Любит Красоту Пожалуйста Это Скатерти Кстати Вот По 200 лет Кроссовки По 100 лет Вот Тут Все Кофточки Такие Чисто Турецкий Вариант Так Что Здесь Постельное Белье Простыни Такое Все Это Простыни На резинке Хлопок Так Идем С вами Дальше Здесь По 80 Боже Мне даже Вас Не Поснимает Здесь Очень Просто Очень Много Людей Все Копошатся Все Что-то Для Себя Находят Ну А почему Нет Качество Вот Смотрите Лакост Тут Разные Бренды Например Вот Такая Кофта Томми И Цена 200 Лит Видите Там Ценник 200 Лит Вот Это Все 200 Лит Очень Хорошее Качество Честно Вам Скажу Разные Такая Вот Терма Тоже 200 Каждый Найдет Себе Какую-то Брендовую Кофту Так 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 Что-то Я не нахожу Здесь Чехлов Здесь Такие Пижамки По 150 Лит Тоже Женщина Взяла А почему Нет Штанишки Кофточка Такие Вот Разные Рассветочки Цена Хорошая 150 Лит Так Что Там У Нас Здесь У нас Нижнее Белье Там У нас Бюстгальтеры Продавец Мужчина Это Детский Отдел Как корреспондент Руку подняла Над головами Телефон Держу Какие костюмы Смотрите Теплые костюмы С начесом Друзья Мои Тепленькие Очень классные Разные Расцветки Коричневые Розовые Бесценны Надо Спрашивать Сколько Стоит Трусишки Мужские Такие костюмчики Джинсики Гуччи Разные бренды Все Колготки Кофточки Носочки Все Обошли Смотрите Одна упаковка 25 лир Носочков Набрала я На 10 лир Друзья Мои Вкуснейших Сладких Мандарин И Будем Двигаться В сторону Дома Солнышко Выглянуло Красота Пройдем По этому Ряду С Марусей Может быть Мы здесь Не ходили Может быть Здесь Все-таки Чехлы На телефон Будут А нет Тогда Другой Раз Уже Приедем Так Что у нас Здесь Штанишки Штанишки Такие Пижамные Разные Для дома Белье Трусишки Так Вот Солнышко 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 Другой Солнышко 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 Смотрите, какие здесь махровые фростыни на резинке. Класс, да? И белые, и голубые, и лиловые разных цветов. Так, набросано, но ничего, придёте домой, постираете. Здесь полотенца. Такие вот пледы. Цену надо спрашивать, друзья мои. Всё, надо спрашивать. Всё, вот уже выходим. Так что сегодня... Не купили мы Маруси то, что она хотела. Всё, выходим. Вот такой вот базар, друзья мои. Напротив магазин Штор. Перде. В переводе Шторы. Вот строится Додо Пицца. Вот Макдональдс. Макдональдс, видите, прямо за Макдональдсом у нас тенты такие натянуты. Это уже базар. Ну, а мы будем двигаться в сторону дома. Скорее всего, тоже поедем на автобусе. На автобусе 8 минут, а пешочком нам 35 минут идти. Ну, сейчас посмотрим, погода хорошая, может и прогуляемся. Перешли мы с Маруськой на другую сторону и будем идти на остановочку. Вот остановочка. А мы пока нет автобуса. Увидели вот магазин, канцелярия Кертосье. Сейчас посмотрим, что здесь. Видите, всякие разные блокнотики. Такая вот красота. Смотрите, друзья мои. Вот они тут продаются, такие ушки. Тут и брелочки. Посмотрите, рай для деток, рай, друзья мои. Мы пока автобус ждём. Зашли здесь и книги. Канцелярия, видите, и кружки. Очень большой магазин. Смотрите, тут такие брелочки, как сумочка. Мы Маруське на ярмарке покупали такой вот. Очень удобный. Она наушники от телефона там носит. Видите, брелочки разные, красивые. Что только нет. Вот для проездного тоже, видите. Смотрите, какое разнообразие здесь бутылок. Какие хотите. Даже вот такие вот. Так что Маруся узнала, сколько стоят эти ушки. 300 лир, друзья мои. На базаре тоже такая цена. Только там не было. Там были с мордочками более детские. А это более такие для подростков. Это зеркала здесь такие вот. Здесь, смотрите, коробочки, наверное, подарочные. Такие красные. Даже открыточки, да? Поздравительные. Вот они все бутылки в ассортименте. Рюкзаки. Тут вот рюкзаки. Короче, очень классный, большой мы нашли на трассе Д-400 напротив Макдональдса. Такой вот классный магазин. Добро пожаловать. Блокноты Гарри Поттер. Книги, книги. Мироба. Так, и здесь, и тесты, наверное. Это вот тут как на ярмарку мы с вами ходили. И здесь все есть. Вот для восьмого класса. Такие рабочие тетради. Да, видите, синих это класс. Девятый, одиннадцатый, короче. Ладно, мне это все равно не нужно. Но если вам нужно, так что добро пожаловать. Локацию я вам сказала, где это находится. Кто смотрел видео. Ой, боже мой, какой блокнотик с котиками. Здесь большой стенд прямо карандашей и ручек. На любой выбор. Цены здесь 130 лир, 120, 94, 82. Маруська уже в ушках, так что идем на остановку, друзья мои. Так, это овощной магазин. Здесь апельсины по 10, мандарины тоже по 7,50. Мы уже на остановке. Сейчас Маруся в приложении посмотрит. Это 4 минуты? А, я не успею. Я хотела вам поснимать. Видите, еще два магазинчика здесь. Один, я вижу, все для дома. Один с вещами. Ну ладно, другой раз. Короче, вот здесь вот в основном магазины мебели. Очень много магазинов мебели. Даже вот на остановке магазин мебели. Кому интересно, кто переезжает, кто ищет себе мебель. Приезжайте к Макдональдсу и гуляйте в этом райончике. Ну, а мы ждем автобус. Вот наш автобус. Надо поднять руку, иначе он не остановится. 28-й. Вот той, какой эстеджи едет. Автобус 28-й. Два места. Маруся, садись в капошку. Упс. Переключаемся. На базаре строительства. Свердят, что-то строят. Мы уже на нашей улице университетская. Сейчас зайдем в магазин. Маруся захотела начинку сыр с ветчиной. Так что купим ветчину и сыр. И сделаю эти блинчики с начинкой, друзья мои. Здесь вот тоже продают и хульму, и вот такие вот вещи. Мироба! А мы идем в шок и лезвим. Сейчас посмотрим. Вот, друзья мои, цены на сыр. Вот, полкило девяносто девять. Есть вот такие вот пачки уже нарезаны по двадцать два. Есть за сто девятнадцать семьсот грамм. Так что берем такой сыр и берем нашу колбаску. Вот наша колбаска внизу. Вот она, по пятнадцать грамм. Такая вот. На кассе, друзья мои, продаются со скидкой. Вот такие вот конфетки. Тридцать лир стоит. Упаковка, ультер фирмы. Фирма очень классная. Короче, двести грамм разных там конфеток. Вот. И мы взяли. А что? Вместо пятидесяти тридцать лир. Что не взять? Пусть дома будет. Сейчас попробую. Идем домой. Очень вкусные конфетки. Сейчас вот эту попробуем. А это как нуга. Если та была как печенька, то это вот такая вот. Упс, друзья мои. После собрания вывесили, короче, списки. Надо доплатить за айдат. Вот я заплатила четыреста лир. А новая цена теперь с этого года будет пятьсот пятьдесят. Так что мне надо будет... Надо будет доплатить сто пятьдесят лир. Так вот она меня. Так любит. Так встречает, друзья мои. Так встречает меня. Ай-ай. Соскучилась. Не видела. Два часа мама отсутствовала дома. Два часа отсутствовала дома. Да. А вот котикам все равно. Да. Котики обнюхивают пакетики, которые мы сейчас принесли. Вышли. Наверное, жрать уже хотят. Да. Дети, мой шлядки. Ты, мой шлядки. Ребенок мой. Золотой мой. Да. Ой. Ой, соскучилась. Ой, соскучилась. Ой. Все. Солнышко, друзья мои, уже на улице. Солнышко. Хорошо. Надо окошки открывать. Мы думали, вдруг дождик будет, так закрыли окошки. Надо уже открывать. Вот такая вот благодать. Что-то там жгут в деревне. Слышите, педохи поют. Вот такая вот благодать. Упс. Переключаемся. Вот какую красоту Маруся купила себе. Это карандаш. А это запасные стержни для карандаша. 35 лет стоит сам карандаш со стержнем. Вот. И 6 лир запасные стержни. Ну что, мои хорошие, что я купила? Упс. Ну вот, красота. Все нужное, все нужное, друзья мои. Я хотела давно такой ковшик металлический. И это мне вылавливать в мои варенички тоже просто необходимо. И вот такая вот покрытие такое. Только единственное, что надо будет его постирать. Как думаете, если я в посудомойке постираю? Я думаю, что ничего не случится. Да? Вот такая вот красота. Будет Балина сидеть, лепить варенички, смотреть ютубчик с такими вот видами роскошными. Ох, благодать! Рыжулечка попил водичку. Красавчик. Рыжулик! Рыжик! Кс-кс-кс-кс! Передавай привет моим зрителям. Этому надо умыться. Упс. Я тут уже начинаю копить грязную посуду. И не знаю просто, как помыть. Как расположить такой коврик, а, друзья мои? Как? Или руками помыть? Руками, наверное, помою. Пока стираю коврик, представляете, вспомнила, что я не купила. Нож специальный для резки теста. Ведь если я буду на этом коврике резать тесто для вареников, я, наверное, его порежу. Да, друзья мои? Вот, короче, забыла купить специальный нож. Ну вот. Ляпота! Ляпота у меня теперь лилового цвета. Глазки мои будут радоваться. Все, надо купить теперь нож. Замочу два стакана. Вот таких вот два стакана риса, друзья мои. Рецепт есть у меня в шортс. Смотрите. Есть, хотят. Сидят у моих ног. Вот. И буду готовить рис и курочку острую на ужин. Картина маслом, друзья мои. Картина маслом. Гляньте, гляньте. Этот сидит деловой. А этот лежит. Упс. Переключаемся, друзья мои. Ну вот. Видно вам? Курочка замариновалась. Буду сейчас жарить. Рис у меня тоже постоял в воде. Я его процедила благодаря этой роскошной миске. Это уже мой ужин. Помните, я вчера готовила спагетти в соевом соусе. Маруська такой не ест. Там грибочки, овощи. Она только выковыривает спагетти и курочку. Поэтому я для нее готовлю рис, готовлю курочку острую. Рецепты все есть. Я вам только покажу, как я жарю курочку сегодня. Как я готовлю рис, я вам показывать не буду. Есть шорт. Достаю сливочное масло. Вот, друзья мои, сейчас монтирую видео. Это для вас, которое вы увидите завтра. Опять длинное. Опять я режу, друзья мои. Опять я режу. Вот эта лопаточка, я ее купила. Помните форум-магазин «Все для дома»? Магазин я вам показывала, обзор. Вот. Я вспомнила, что я там купила. Вот эту лопатку. И вот эту. Щипцы. Очень удобные щипцы. Вот эти две вещи я купила в том магазине форум. Все, готовим. Чайник закипел. Наливаем оливковое масло и сливочное кусочек. Это мы будем обжаривать рис. Жду, когда растопится масло. Упс. Красавчик. Красавчик мой лежит тут. Скромный. На краешке стола. И второй скромный. На стульчике. Один на столе, второй на стульчике. Вот такие вот у меня. Красавчики. Шанельчика всем вам привет передает. Рисик мой будет готовиться. Буду жарить курочку. Капнула подсолнечное масло. И сейчас разогреется. И буду жарить. Минут 10, друзья мои. Кормлю своих животных. Шанельчика уже съела. Ёлочку включила. И готовлю уже курочку. Вот так вот. Дектора готовится. Остренькая. Рисик мой тоже готовится. Аромат чеснока и соевого соуса. Очень вкусно. Хочу сказать огромное спасибо за рекомендации, за рецепты, как солить помидорки. Завтра этим займутся, друзья мои. Не сегодня. Сегодня, видите, я ездила на базар. Поэтому сегодня не до помидорок. Я и так, можно сказать, готовлю. Блины жарила. Маруся уже накрутила с начинкой. Сама все порезала. И сыр натерла. Уже и половину съела, друзья мои. Ну, вкусно, потому что очень. Вот, видите, какая курочка получается. Это она мне оставила пару блинчиков, чтобы я свежилась с клубничным вареньем. А это она накрутила. И у нее чуть-чуть осталось. И она это не выбрасывает. Она укусит блинчик и еще добавку себе делает. Вот так вот. Меленько-меленько. Ветчину она нарезала и натерла сыр на мелкой терке. Вот такие вот вкусные печи. Меленько-меленько. Субтитры создал DimaTorzok. Меленько-меленько. Субтитры создал DimaTorzok 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 DimaTorzok